Этот фильм о новой генерации автоматических трансмиссий, которые используются в полноприводных автомобилях. Трансмиссия V4A51 впервые объединила технологию полноприводных автомобилей с новой системой контроля INVEX-2, известной по трансмиссиям серии F4A4, применяемых на легковых автомобилях. Этот фильм расскажет об некоторых основных возможностях, но в большей части он о порядке разборки и сборки таких коробок. Для вашего удобства фильм разбит на несколько частей. Основное расположение элементов, порядок разборки, предосторожность, дефектовка деталей, блок клапанов, порядок сборки. Рычаг переключения передач имеет 7 положений и, как на SpaceWagon, предусмотрен механизм блокировки рычага в зависимости от положения ключа зажигания и педали тормоза. При выборе режима 4L появились новые функции. Скорость вращения двигателя ограничена до 3500 оборотов на 3-й и 4-й передаче для предотвращения перегрева жидкости и передвижения в неблагоприятных условиях. Кнопка AT-MODE обеспечивает режим HOLD, благодаря чему автомобиль может трогаться со второй передачи. Кроме этого, обменяется характеристика переключения передач, что облегчает трогание, например, на заснеженной дороге. Если в блоке управления обнаруживается ошибка, лампочка индикатора нейтральной передачи на щитке прибора будет мигать. Одновременно блок управления перейдет в аварийный режим работы. В зависимости от сложности и неисправности, возможно, два аварийных режима. Третья передача в положении рычага в драйв или в положении 4, вторая передача в положении L или в положении 2. В случае более сложной неисправности будет постоянно включена только третья передача. Задняя и нейтральная также возможны в любом случае. Так же, как и в трансмиссиях F4A4, с помощью EMU2 можно считать коды неисправности, произвести запись в режиме драйв-рекордер и активировать исполнительный механизм. Режим актуатора включает команду на отмену контроля INVEX, что необходимо для проверки характеристик переключения передач. INVEX 2 перестает работать после первого подтверждения команды CANCEL. Хотя на экране снова появится вопрос о необходимости за отмену. Как задействовать опять? Отмена будет действовать до тех пор, пока зажигание не будет выключено и включено снова. Есть также очень понятная для водителя сигнальная лампа температура жидкости в коробке передач. Для предотвращения ненужного поиска неисправностей, запомните, что характеристика переключения передач и блокировки трансформатора изменяется еще до загорания контрольной лампы. Интервал смены жидкости составляет 90 000 км или 54 000 миль, а в случае жестких слоев эксплуатации 45 000 км или 27 000 миль. Масляный фильтр не заменяется при периодическом обслуживании. Давление жидкости может быть проверено на каждом сцеплении или тормозе в отдельности. Инструменты процедуры такиечки для других автоматических трансмиссий. В случае необходимости давление в линии может быть отрегулировано с помощью регулировочного винта после снятия картера. Вместе с новой трансмиссией был введен новый специальный инструмент. MB-991-632, MB-991-530 и MB-991-629. Сначала отсоедините раздаточную коробку, которая точно такая же, как и использовавшаяся до сих пор. Следующим отсоедините корпус переходника. Внутри этого корпуса находится механизм паркинга. Снимите стопорное кольцо и, с помощью съемника, шестерню паркинга. Ввиду того, что для нее используется горячая посадка, шестерня должна быть нагрета до 160-180 градусов при дальнейшей установке. Затем отсоедините все наружные детали. Рычаг управления, датчик выбора передач, а также датчики скорости вращения входного и выходного валов. Открутите крепежные болты и снимите масляный поддон, используя специальный инструмент MD-998-127. Будьте аккуратны, чтобы не повредить поверхности прилегания. Поднимите коробку, чтобы отделить от масляного поддона. Для предотвращения попадания грязи внутрь коробки, никогда не переворачивайте ее вверх поддоном до того, как снимите его. Снимите масляный фильтр. Оцените датчик температуры жидкости и фиксирующую пружину. Затем оцените разъемы проводки. Для того, чтобы снять блок лапанов, необходимо выкрутить только болты золотистого цвета. Не забудьте уплотнительные кольца. Теперь выньте два масляных уплотнителя и сеточный фильтр. Выньте поршни всех гидроаккумуляторов с уплотнительными кольцами и пружинами. Следующим шагом необходимо снять механизм паркинга. Удалите пружинный штифт и обычный штифт. Затем выньте вал и шток с роликом привода механизма паркинга. После снятия картера, гидротрансформатора и болтов крепления масляного насоса, С помощью специального инструмента MB998333 выдавите наружу насос. При дальнейшей разборке трансмиссии, Вы можете заметить, что кольца упорных подшипников, сами подшипники и стопорные кольца имеют различную форму и толщину. Дефектовка и последующая сборка будет легче для вас, если вы запомните их правильную установку, и если вы будете использовать таблицу установки этих деталей из руководства по ремонту. Удалите упорное кольцо номер один и упорный подшипник номер два. Винти, реверс и овердрайв клатч, а затем подшипник номер три. Затем выньте корпус овердрайв клатч, упорный подшипник номер четыре и солнечное колесо планетарного механизма овердрайв. После того, как вы снимете стопорное кольцо, вы сможете вынуть поршень механизма Second Break и обратную пружину. Теперь выньте нажимную пластину, фрикционные диски и пластины механизма Second Break вместе с наружным колесом планетарного механизма овердрайв, а также подшипник номер семь. После снятия следующего стопорного кольца, вы сможете вынуть так называемую реакционную пластину вместе с одной фрикционной пластиной механизма Love Reverse Break. Снимите следующее стопорное кольцо и затем остальные фрикционные пластины и диски, а также нажимную пластину. В завершение выньте волнистую пружину кольцом. Выньте следующее стопорное кольцо и центральную опору. Таким образом, вы сможете вынуть фланец выходного вала с упорным кольцом и подшипником. Так же легко, как были вынуты центральная опора и фланец выходного вала, могут быть вынуты ступица с механизмом Underdrive Clutch и выходной вал со своими упорными подшипниками. В заключении снимите опору выходного вала. Так как автоматическая трансмиссия является высокопредвизионным компонентом, работать с ней необходимо аккуратно и держать все в чистоте. Поэтому, никогда не используйте повторно прокладки, уплотнительные кольца и сальники. Всегда заменяйте их новыми. Никогда не используйте другую смазку, кроме как белый или голубой вазелин. Смазывайте жидкостью для автоматических трансмиссий трущиеся элементы и скользящие детали перед установкой. Погрузите фрикционные диски в жидкость для автоматических трансмиссий как минимум на два часа перед тем, как устанавливать их. Никогда не смазывайте герметиком или склеящим веществом прокладки. Если заменяете втулки, заменяйте их вместе с тем элементом, в котором они стоят. При работе делайте все непосредственно руками или используйте синтетическую ткань. Никогда не пользуйтесь веточью из хлопковой ткани. Когда необходимо, пользуйтесь нейлоновой тканью или бумажными салфетками. Не используйте старые тряпки. И последнее, но не менее важное. Не забывайте промывать радиатор, охлаждение и гидротрансформатор. Заменяйте их, если необходимо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...